Кира, спасибо большое, что ты с нами нашла время поговорить, побеседовать на такую, мне кажется, важную тему. Почему по данным Нацбанка в Казахстане казахстанцы стали меньше покупать доллар, он стал менее востребован по данным Нацбанка. И хотелось бы узнать, в чем причина, есть ли у тебя догадки, может быть, данные? С чем ты связываешь снижение спроса на доллар в Казахстане? Здесь может быть два основных сценария. Первый заключается у нас в том, что, соответственно, спрос остался таким же, но люди просто стали больше приносить доллары в обменники и доллары сдавать по какой-то причине. И здесь может быть, в общем-то, несколько довольно разнообразных причин. Я бы рассматривала следующее. Во-первых, это может быть кризис. У людей есть валютные накопления, им нужны деньги на жизнь, на какие-то ежедневные потребности, и они на этом фоне, соответственно, просто меняют свои накопления на национальную валюту и их тратят. Может ли быть такой вариант? Я допускаю, что может. Еще один вариант здесь заключается в том, что люди в обменнике деньги несут также, но при этом упал спрос. То есть люди менее охотно покупают. Насколько я понимаю, Натбанк не раскрывает детали, почему именно мы видим рост продаж. Не покупают. Вот здесь уже вопрос. Почему снизился спрос? Что стало для этого катализатором? И здесь тоже может быть довольно большое количество причин. Кстати, хочу обратить внимание на то, что в декабре в целом ситуация была достаточно нормальная со спросом на американскую валюту, как я вижу. Но вот по итогам года действительно мы видим, что на это продажи усиливаются. Почему мог здесь в целом в течение года снижаться спрос? Отчасти это могут быть там релаканты, которые в какой-то момент стали там менее активно покупать иностранную валюту. Кто-то возвращается к себе домой, да, и вот это может сказываться, потому что мы видели такой волнообразный приток, а потом отток. А можешь сказать, пожалуйста, вот простыми словами, что такое на это продажи, да? Ну, потому что, допустим, для человека, который далек от экономики, далек от финансов, он может не понимать. Он знает, что такое продажи, что такое на это продажи. Это чистые продажи, когда мы из продаж вычитаем покупки, да, и видим, что они, соответственно, оказываются выше. То есть, ну, люди больше продают, нежели чем покупают. Хорошо. Да, через обменные пункты. Вот смотри, здесь аналитики первого кредитного бюро, они предлагают вот такие несколько причин, да, почему разница между продажами и покупками, она упала, да. Во-первых, это спрос на доллар со стороны населения упал, ну, то, что ты и сказала, да, а вот сдавать в обменнике они продолжили в прежних объемах. Потом продавать доллары обменным пунктом стали чаще, а спрос остался на уровне 21 года, ну, то есть позапрошлого, да, уже. И третье, вот другие комбинации этих факторов, то есть рост одного показателя со снижением другого, разные темпы роста и так далее. И просто те же самые аналитики первого кредитного бюро, они говорят то, что существующая структура отчета Нацбанка не позволяет определить динамику конкретно продаж и конкретно покупок. Это... Да, вот именно. Я тоже эту информацию пыталась поискать, но ее не обнаружила. Понятно. Хорошо. Ну, тогда вот ты сказала про приехавших россиян, да, про релакантов, которые приехали в Казахстан. Вот как они, по-твоему, повлияли на снижение спроса на доллар? И повлияли ли вообще? Ну, тут есть вероятность того, что просто в какой-то, в какой-то момент релаканты приезжали, продавали американскую валюту, которую они с собой привезли, да, там они могли привезти до 10 тысяч условных единиц на одного человека, они эту валюту продавали и просто покупали деньги. А, ну, в таком случае, по такой же аналогии спрос на доллар, ой, на рубль должен был упасть. Правильно же? Или же нет? Я думаю, что рубль здесь чуть-чуть менее чувствителен, потому что он сейчас торгуется немножечко изолированно и немножечко искусственно. Все-таки вот по поводу курса рубля, да, он же сейчас все-таки искусственно установлен искусственно, но и не по рыночным, да, правилам. Хотелось бы узнать, почему это так и с чем ты связываешь это? Смотри, мы не можем сказать, что он прям абсолютно искусственен. Это тоже было бы, наверное, не совсем корректно, но просто центральный банк после февральских событий проводит достаточно жесткие меры, которые, во-первых, предпятствуют оттоку капитала, и эти меры были введены еще весной, потом их продлили 9 сентября, и, скорее всего, они продолжат действовать еще достаточно продолжительное время. И вот эти вот меры, да, которые ограничивают вывод иностранной валюты, которые ограничивают вывоз ее там за пределы страны и так далее, эти меры, в общем-то, и остановили там обвал рубля, который все пророчили еще весной. Ну, который в марте, да, мы все видели. Да-да-да, потому что все в какой-то момент говорили, что доллар обязательно должен быть по 200 в России, но этого не произошло, и больше того, он стал как вкопанный. Кардиограммы покойника, прошу прощения, никак не хочу обидеть рубль или другие валюты, но, тем не менее, причина в том, что у нас достаточно сильно упал импорт в Россию, и это также влияло на курс валюты. Постепенно там налаживается параллельный импорт, восстанавливаются какие-то цепочки, там находятся обходные пути бизнесам, и постепенно импорт начинает подрастать. Но, тем не менее, вот это фактор, который на протяжении всего 2022 года у нас действовал. Поэтому рубль сейчас находится в таких вот немножечко своих условиях, да, которые, наверное, с другими валютами связывать нельзя. И даже несмотря на то, что там корреляция между рублем и тенге присутствует, но все-таки, я думаю, что она со временем может достаточно ощутимым образом снижаться. Ну, корреляция между рублем и тенге связана, наверное, с тем, что у нас нет прямого курса, да, у нас же через кросс-курс к доллару это все осуществляется. Хотя, вроде бы, да, ну, под боком друг с другом живем, и столько лет, как бы, можно было бы, мне кажется, установить. Хорошо. А, ну, насчет, кстати, вот этого импорта, да, я тоже, ну, читал аналитиков, да, того же самого Гуриева, почему он сказал, почему он свою версию сказал, то, что почему рубль сейчас стал как вкопанный, потому что импорт остановился, а экспорт, он как сырья, он так продолжал идти и продолжал, и поэтому в стране скопились вот эти вот нефтедоллары, да, и нефтеевро. Поэтому, хорошо, очень интересно. Ну, опять же, опять же, тот же экспорт нефти чувствует себя немножечко по-другому в последние месяцы из-за эмбарго на нефть, из-за эмбарго на нефтепродукты. Ситуация также будет меняться, оно вот буквально на днях 5 февраля вступает в силу. Поэтому, скорее всего, вот этот фактор для рубля будет меняться в 2023 году. Да, но все-таки вот этот вот потолок цен на нефть и на нефтепродукты, они же не особо влияют, потому что, насколько известно, если потолок цен на нефть, на российскую нефть, это 60 долларов, то она в предыдущем месяце продавалась на уровне 37-40 долларов, насколько мне известно, или же я ошибаюсь? Да, все верно. На данный момент он действительно работает именно так, но, во-первых, в потолках заложены условия, что они могут пересматриваться в зависимости от текущей ситуации, и раз в несколько месяцев это будет происходить. Кроме того, там же есть еще разнообразные нюансы, которые связаны со страхованием, с другими вещами, которые довольно важны для российского экспорта. И это все просто постепенно усложняется, будет и дальше усложняться, и так или иначе оказывать влияние будет. Да, это не рыночный механизм, но мы понимаем, что влиять он так или иначе будет. Мы понимаем, что есть довольно большое количество покупателей российского сырья, которым в таком режиме работает некомфортно. Мы не должны еще забывать про вторичные санкции, которые в 2023 году, скорее всего, будут работать намного лучше, чем в 2022. Это уже немножко я перехожу к следующей теме, вторичные санкции для покупателей российского сырья, потому что если в 2022 году было огромное количество обходных путей, то сейчас мы видим довольно четкие заявления со стороны западных стран о том, что фокус будет делаться именно на том, чтобы выполнялись те санкции, которые уже введены, а не на том, чтобы вводить новые пакеты санкций, потому что в каком-то смысле запас новых санкций уже потихонечку подходит к концу, но можно сделать так, чтобы лучше работали те санкции, которые уже были введены. И здесь вот вторичные санкции – это довольно сильный инструмент, который будет, скорее всего, по многим оценкам, которые я встречала, влиять на российскую экономику, на спрос, на российский экспорт. Ого! Интересно, интересно. Если честно, я даже, ну, я не знал, потому что мне казалось, что сейчас уже собираются принимать потихоньку десятый пакет санкций, но то, чтобы заработали вторичные санкции, если честно, слышу впервые. Хотя я один раз слышал то, что, возможно, против Китая и против Индии ведут санкции вторичные как раз-таки, потому что они из-за вот этих вот как раз-таки танкеров, да, они обходят эмбарго на продажу российской нефти. Ну, хорошо, давай вернемся все-таки. Понимаешь, надо понимать, что вторичные санкции – это же не обязательно то, что у нас там где-то жестко прописано. Зачастую мы можем назвать вторичными санкциями просто какие-то торговые взаимоотношения, когда в процессе переговоров тонко намекают, что не делайте так, потому что иначе наши с вами взаимоотношения могут ухудшиться. Это же тоже, в принципе… Ну да, естественно, это же некий рычаг давления на ту или иную страну, которая в дальнейшем хочет сотрудничать, да, допустим, с США или же Европейским Союзом и захочет, и с другой стороны, захочет сотрудничать с Россией. Да. Ну, давай все-таки вернемся к Казахстану, да. Вот интересно про то, что почему упал спрос на доллар в Казахстане, и можно ли утверждать в целом, что казахстанцы стали меньше доверять доллару, да? И идем ли мы к тому, что у нас наступает такой период дедоларизации? Дедоларизация – это, с одной стороны, тренд, который происходит сейчас по всему миру, и многие страны делают довольно громкие заявления о том, что там планируется отказаться от американской валюты, там Саудовская Аравия не так давно предложила перейти на расчеты в национальных валютах, да, за свое сырье. Но нужно понимать, что в глобальном плане это все процессы очень небыстрые, которые могут занять не одну пятилетку. Это первый момент. И второй момент, ну вот там даже на примере просто той же Саудовской Аравии, она, конечно, может отказаться от доллара в расчетах за свою нефть, но надо понимать, что доллары ей все равно нужны для следующих итераций. И, ну, как мне кажется, вот разговоры о дедоларизации на данный момент все-таки носят такой более политический характер и относятся к попытке увеличить количество полюсов в мире, которые там оказывают какое-то влияние на происходящее событие. Но пока все-таки это не то, что может там обрушить американский доллар и его похоронить. Это совершенно точно. Потому что доллар по-прежнему остается основной резервной валютой, и никуда мы от этого пока в ближайшие годы не уйдем. Да, в американской экономике есть огромное количество своих проблем, но так или иначе доллар все равно продолжает оставаться вот этой осью мировой экономики. И здесь, ну, это даже видно по тому, как все мировые финансовые рынки сейчас реагируют на политику федеральной резервной системы. Вот можно там сколько угодно говорить о том, что там Америка больше не центр мира, и как бы нам этого там, может быть, не хотелось, но тем не менее, вот посмотрите, да, федеральная резервная система, американский центральный банк там повышает ставки, чтобы справиться с инфляцией, и это влияет на все мировые рынки, это влияет на все рисковые активы, там в том числе даже на криптовалюту, которая, казалось бы, может быть, и не должна иметь какой-то прямой связи, да, но там ставка в США повышается, за федеральные резервные системы идут другие центральные банки, догоняют, ну, и, соответственно, заемные деньги становятся дороже, и на этом фоне все рисковые активы падают, как мы видим, да, то, что происходило в 2022 году, сдуваются пузыри на всех рынках, да. Единственный рынок, который сейчас немножко меньше зависит от американской экономики, это Китай, и вообще вот по прогнозам на ближайший год кажется, что единственный фондовый рынок, который может вырасти, это именно рынок китайский, потому что там идет открытие экономики после ковидных ограничений, после локдаунов, и за счет эффекта низкой базы как раз-таки вот китайская экономика и китайский рынок может себя в этом году чувствовать неплохо, даже несмотря на то, что весь мир плавно погружается в рецессию. Ну, кстати, да, действительно так, потому что даже если мы посмотрим на покупку китайского юаня в Казахстане за 2021-2022, мы поймем то, что казахстанцы стали больше покупать юаня, чем позапрошлом году, и, наверное, это тоже говорит о том, что, может, казахстанцы и во всем мире начинают доверять больше китайской экономике, китайской валюте. И хотелось бы узнать, вот китайский юань, он может подтеснить доллар или же нет? Я не думаю, что в краткосрочной перспективе надо понимать, что в целом там интерес к какой-то валюте чрезмерной, он провоцирует ее укрепление. А китайской экономике крепкий юань не очень-то выгоден, потому что экономика экспортоориентированная, и, соответственно, это просто бьет по ключевым компаниям, представителям китайской экономики, и это приносит меньше налоговых денег в бюджет как результат. Поэтому, наоборот, Национальный банк Китая проводит политику такой мягкой девальвации национальной валюты, пытается сделать ее чуть менее привлекательной. Но, да, так или иначе, мы видим, что и в Казахстане, и в России тоже спрос на юани растет. Но в России это кажется мне более объяснимым, просто потому что других альтернатив-то особенно не осталось. И там граждане покупают юани, покупают юаневые инструменты. Там у нас, господи, в России появились юаневые облигации, которые тоже там позволяют диверсифицироваться. Фонды в юанях начинают запускаться. Но пока, так или иначе, это все равно довольно маленький объем, они несущественны. Кира, вот смотри, еще такой вопрос. Нас посмотрят противники доллара, противники американской валюты, американской экономики, и они скажут, ну вот же, вот же, наконец-то, да, люди опомнились и не покупают этот доллар. И доллар, он же просто это бумажка, которая ничем не подкреплена. Но, если сейчас вся мировая экономика, допустим, откажется от доллара, или же, допустим, американская экономика впадет в глубокую рецессию, что будет с мировой экономикой? Ну, и давай непосредственно, что будет с Казахстаном? Ну, во-первых, опять же, как бы нам этого не хотелось, но единомоментно отказаться от доллара невозможно. Почему? Потому что мы видим, что там есть американские гособлигации, которые считаются традиционно самым надежным в целом финансовым инструментом. Это такой вот, как бы, бенчмарк риска. И как раз-таки в кризисной ситуации, как правило, деньги идут в американские гособлигации. Это вот такой парадокс, достаточно любопытный. Даже когда в Америке кризис, все равно есть спрос на доллар и на американские облигации. Почему? Потому что, когда кризис, люди хотят уйти в надежные инструменты, а надежные инструменты – это все еще долларовый инструмент. Это, кстати, касается там не только доллара, но и, допустим, японской иены, которая тоже считается валютой убежищем. И был такой любопытный исторический факт, когда случилась Фукусима, и, казалось бы, Япония была на грани того, чтобы просто перестать существовать как страна, но, тем не менее, курс японской иены укреплялся, потому что это валюта убежища. Вот так вот иногда работает человеческая психология. Поэтому американский доллар, возможно, там в течение ближайших 10-20 лет действительно будет терять свое влияние, но это будет не быстрый процесс совершенно точно, и, на мой взгляд, до сих пор абсолютно уместно использовать доллар для хранения своих накоплений и сбережений. Не только доллар, потому что ключевое правило успешных сбережений — это диверсификация, когда мы имеем несколько разнообразных валют, и мы не будем про это забывать, но, тем не менее. Все-таки, если не доллар, то тогда во что можно вкладываться, да? Даже убрать, в принципе, все валюты, может быть, там акции, там бабушке сейчас пойти, да? Она хочет там свою пенсию куда-то вложить или что-нибудь спрятать в долгий ящик, чтобы потом, допустим, внуку, правнуку купить, не знаю, квартиру или в светлое будущее ему дать первое, так сказать, сбережение. Что сделать? На самом деле в инвестициях самое главное правило — это соответствие тех активов, которые мы выбираем, нашим финансовым целям, потому что очень часто бывает так, что человек покупает то, что ему порекомендовал эксперт, будь то там доллары, акции, облигации, не знаю, криптовалюты, все что угодно, а на самом деле эти инструменты человеку не подходят. Это, на самом деле, основная проблема, и она встречается сплошь и рядом. Поэтому вот прежде чем задаваться вопросом, там, куда вложить деньги, как деньги сохранять, берегать, приумножать, нужно понять, зачем человеку это нужно. То есть если, например, у человека краткосрочная цель, не знаю, там, купить через полгода машину, да, допустим, то единственное, что человеку можно порекомендовать, это банковские вклады или наличные деньги. И, скорее всего, это будет даже национальная валюта, это будет тенге, именно для того, чтобы сократить риски колебаний. Мы видим, что там тот же американский доллар в ближайшие полгода может проседать из-за политики Федеральной резервной системы, да, поэтому там либо тенге, либо доллар, тенге, там, евро, да, там, помиксовать разные варианты. Это краткосрочные цели, и под них подходят инструменты максимально ликвидные, то есть которые мы можем быстро превратить в деньги, не привязываться к каким-то рыночным колебаниям. Если у человека цель, допустим, накопить на пенсию, там, через 20 лет, то здесь будут работать абсолютно другие инструменты. Там сейчас тот же американский, европейский, фондовые рынки, да, в общем-то, и фондовые рынки по всему миру просели, а вообще лучшее время, чтобы покупать акции, это как раз-таки когда рынки упали. Да, мы обычно покупаем, когда растет, но это неправильно. Покупать нужно, когда рынки упали, если у вас долгосрочные цели, там, от 5 лет и выше. Поэтому в целом сейчас довольно неплохое время, на мой взгляд, чтобы постепенно покупать акции, но делать это не единомоментно большой суммой, а по шажочкам. То есть мы выделяем для себя там каждый месяц какую-то сумму и регулярно это делаем. Мы таким образом свои риски размазываем, да, то есть даже если мы там купим акции сейчас, они упадут, ну, не страшно, потому что мы усредним цену покупки просто в следующем месяце. И вот сейчас на просадке как раз хороший момент, чтобы начинать покупать акции, если люди этого не делали, но обязательно помнить о рисках. Если у тебя цель краткосрочная, тебе не подходят акции. Если цель долгосрочная, подходит. Про это говорить можно довольно долго, но основные моменты я рассказала. Что ж, спасибо большое, Кира, за то, что ты с нами провела интервью, разъяснила, что, как и почему доллар в Казахстане просел, но на самом деле, как я понимаю, в перспективе он может даже подняться, да, и поэтому никто, нельзя списывать со счетов такую валюту, как доллар. Спасибо большое, Кира. Друзья, напомню, этот выпуск выйдет на YouTube-канале Atomicent Business, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, что для вас ближе, доллар, юань или рубль. Всего доброго, берегите себя.